Украинские силовики отступают. Населенный пункт Никишино на границе Дебальцевского котла перешел под контроль ополченцев. Подробнее о ходе боевых действий расскажет наш корреспондент Сергей Макаренко. И прямо сейчас он выходит на связь со студией LifeNews. Сережа, я тебя приветствую. Рассказывай, можно ли уже говорить о полной победе ополченцев в Никишине? Приветствую тебя, Евгения. Действительно, до сегодняшнего дня населенный пункт Никишино на 40% контролировался солдатами вооруженных сил Украины. Но об этом я расскажу сейчас поподробнее. Такая ситуация сохранялась в этом поселке с середины лета, когда образовался этот так называемый Дебальцевский выступ. И Никишино со стратегической точки зрения являлся как пункт, с которого можно вести контроль над одной из трасс, через которую силовики могли поставлять как боеприпасы, медикаменты, так и проводить ротации силовиков в самом Дебальцевском уже котле. Что касается самого населенного пункта Никишино, то за вооруженными силами Украины находилась автозаправочная станция и за ней блокпост, за которым находились позиции минометных батарей силовиков, с которых постоянно носились удары по этому населенному пункту. Напомню, что практически все дома в этом поселке полностью уничтожены. И такая ситуация сохранялась в нем до сегодняшнего утра. Как мы связались с ополченцами, как они нам рассказали, с 12 часов ночи 7 бойцов ополчения вступили в бой с солдатами армии Украины. И под натиском огня силовики вынуждены были отступить. Позже к ополченцам подключилась и рота поддержки. И вот сами силовики отступили внутрь Дебальцевского котла, который сейчас находится в полном оперативном окружении сил ополчения. Евгения. Спасибо, Сережа. Сегодня у вас особенно горячо. Будьте, пожалуйста, аккуратней. На прямой связи со студией был наш корреспондент Сергей Макаренко с новостями с Дебальцевского направления. Там под контроль ополченцев перешел очередной населенный пункт Никишина.